Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую», и у нас вновь в гостях замечательный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской Духовной Академии Сергей Николаевич Давидогл. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Одной из любимых книг моих в Новом Завете является «Послание к евреям». Но когда я делюсь, например, с людьми информацией об этой книге, то для многих людей, только начинающих читать Священное Писание, для них преградой, может быть, или каким-то камнем преткновения является то, что оно названо так, «Послание к евреям». И многие говорят, а мы не евреи, мы русские, например, да, украинцы, белорусы. Почему мы должны читать то, что адресовано не нам? Скажите, действительно ли «Послание к евреям» написано только для евреев? Конечно же, нет, поскольку «Послание к евреям» является частью Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа. И весь Новый Завет, он адресован всем верующим. И можно сказать, что многие тексты Нового Завета, они изначально были написаны для определенной аудитории. То есть, допустим, Евангелие от Матфея, оно тоже обращалось к аудитории, в основном, иудейской. То есть, по идее, его можно было бы тоже в скобочках написать «Евангелие от Матфея» к евреям. К евреям, да. И это не говорит о том, что если тот или иной текст был адресован к определенной аудитории, то он не подходит к другой аудитории. Потому что мы же с вами читаем послание к галатам, к римлянам, к фессалоникийцам. Не будучи при этом ни галатами, ни римлянами, ни коринфянами. Да, совершенно верно. И мы понимаем, что эти тексты, они вдохновлены Господом, поэтому они являются вечными. Они говорят о вечном Евангелии. И более того, сам текст, он не называет себя так. То есть, если мы с вами открываем послание к евреям, то мы видим, что нет никакого вступления, никакого обращения. Обращения к какой-то аудитории. А вот это название, оно изначально автором было прописано, что это вот я пишу евреям, или это послание к евреям, или нет? Нет, этого не было. То есть, само название к евреям, оно, ну скажем так, приписывается традицией, и оно находится даже в самых древних рукописях. Но почему именно оно так было названо, и было ли это название дано самим авторам, или же оно появилось позже, мы с вами не знаем. Само это послание, оно, ну, по сути дела, является анонимным, оно никем не подписано. Традиция его относит к Павлу, потому что послание имеет очень много пересечений с учением Павла. Да, и оно никак не противоречит учению Павла. И, наверное, из тех людей, которые могли его тогда в то время написать, апостол Павел первый претендент авторства. Да, верно. И есть, конечно, разные по этому поводу вопросы, в основном связанные со стилем послания к евреям. Но, что интересно, послание к евреям считается самым грамотным, самым красивым, самым, с точки зрения языка, выверенным текстом. То есть, греческий язык послания к евреям, он считается самым лучшим в Новом Завете. Послание, оно содержит очень много риторических структур, которые призваны были убедить слушателя. То есть, предполагается, что этот текст, он должен был читаться. Некоторые даже называют его не посланием, а проповедью. То есть, он читаться должен был где-то вслух перед аудиторией? Вслух перед аудиторией, да. И некоторые даже предполагают, что, может быть, это и есть записанная проповедь. И послание к евреям, оно, благодаря вот этой вот структуре, становится уникальным в Новом Завете. В плане жанра, да? В плане жанра. То есть, это и не Евангелие, и вроде как, и не письмо. И не письмо, да. И эта структура, она также очень много нам говорит вообще о замысле автора и о том, для чего оно было написано. Мы можем достаточно с большой уверенностью говорить, что текст послания обращен к конкретной аудитории, у которой были конкретные духовные нужды. То есть, это не просто абстрактный какой-то теологический трактат. Он обращен к тем людям, которые имели проблемы с пониманием закона, имели проблемы с осознанием того, как им вести себя во время преследований, гонений, которые испытывали определенный дискомфорт, вызванный тем, что Христос все еще не приходит. И в этом смысле, мне кажется, что послание к евреям, оно очень актуально для многих и сегодняшних верующих, ожидающих пришествия Господня, потому что время идет, да, и Христос не приходит. И многие разочаровываются, теряют веру, думают, что, ну, раз он до сих пор не пришел, вроде бы уже все признаки позади, а Христа все нет, а правда ли вообще это, и может быть, он вообще не придет, или через тысячу лет придет. То есть, тем, кто задается этими вопросами, им очень полезно читать послание к евреям. Потому что оно как раз призвано утвердить веру людей в незыблемость слов Христа, в то, что второе пришествие, оно обязательно произойдет. И также послание к евреям открывает более полно, более красочно, более верно понимание закона. То есть, то, как именно верующему в новозаветный период, то есть уже в эпоху христианскую, после Голгофы, нужно относиться к храмовому служению, к жертвоприношениям, к закону в целом. Потому что, наверное, многие не сразу поняли, что храмовое служение в Ветхозаветне, оно лишь образом было служение Христа, и что оно завершено, и теперь Христос совершает служение в небесной скине. И автор послания к евреям уделяет достаточно большое место в своем вот этом тексте именно этим вопросам. Да, конечно. И мы с вами из книг «Деяния апостолов», например, даже видим, что первые христиане, они продолжали приходить в храмы. Собирались в храме и по домам, и в храме они проповедовали. Да, да, да. Они проповедовали в храме, они продолжали приносить жертвы, и даже были такие случаи, когда христиане, обращенные из иудеев, они призывали всех остальных тоже обрезываться, тоже приносить жертвы в храме. То есть проблема существовала? Он и в послании Галатам поднимает эту тему, и вот здесь тоже? Здесь не говорится про обрезание, но здесь говорится про жертвоприношение, про понимание скинии. Поэтому, вероятно, одной из проблем вот этих первых получателей послания была какая-то попытка или желание вернуться к... Моисеевым обрядам. Моисеевым обрядам. И поэтому послание, оно об этом говорит, что служение Христа, то, что он совершил, оно универсально. Оно отвечает на все духовные нужды человека, и оно отменяет. То есть послание к евреям, наверное, единственное, которое прямо заявляет о том, что действие Моисеевого закона, касающиеся жертвоприношений, то, что касается скинии, оно отменено. Точнее, может быть, сказать, не отменено, а нашло свое воплощение в служении Христа. То есть оно исполнилось в том, ради чего оно и было предназначено. Ну, автор в основном к евреям, он использует прямо термин «отменяет». То есть, да, оно заменено, скажем так, служением Христа, которое является совершенным, чем-то совершенным, а то, что было до этого, это тень. Это образ. И в послании к евреям уникальным образом также используется Ветхий Завет. Можно сказать, что в этом тексте больше всего цитат из Ветхого Завета, чем в любом другом тексте новозаветном. Практически все послание, оно построено на цитатах из Ветхого Завета. И с самого начала, то есть буквально с первого стиха, мы видим то, что послание, оно апеллирует к прошлому, на нем строит свою аргументацию, показывает, что даже, ну, не даже, а именно тексты вот этого Писания Ветхого Завета, они подготовили уже почву для принятия Христа как спасителя. Справедливо ли сказать, что без понимания Ветхого Завета, без должного его изучения и понимания, невозможно понять учение Христа? Именно это и показывает послание к евреям. То есть оно полностью строится на Ветхом Завете и самим собой демонстрирует, что без знания, глубокого знания, без понимания, без анализа Ветхого Завета понять служение Христа невозможно. Почему я это подчеркнул? Потому что, к сожалению, сегодня, как мы уже говорили в одной из наших предыдущих программ, проникло вот в христианство, особенно вот в евангельские направления христианства, такое заблуждение ужасное, что Ветхый Завет, это достаточно для понимания спасения, что Ветхий Завет не нужен. И я слышал мнение одного очень посвященного, любящего Господа человека о том, что Ветхий Завет дьявол поместил с Новым Заветом под одну обложку. Представляете? То есть он говорит, он настолько не нужен людей, настолько он их отвлекает, христиан от Евангелия, которые его читают, что это просто умысел дьявола, что христиане некоторые читают Ветхий Завет. А оказывается, в самом послании к евреям и вот в Новом Завете сказано, что невозможно понять, правильно понять Евангелие, не зная Ветхого Завета. И возможно, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, но возможно, это одна из причин, что сегодня в христианстве существует так много различных конфессий, потому что немногие из них основывают свое толкование Евангелия и учения Христа и Нового Завета на правильном фундаменте, на Ветхом Завете. Так это? Да, верно. Без Ветхого Завета мы не можем в принципе понять Новый Завет, то есть Новый Завет, он как бы является таким вот завершением Ветхого Завета. И Писание, оно едино, оно так было задумано Господом. И мы видим, что евангельская весть, она уже присутствует в Ветхом Завете и она раскрывается в Новом Завете. И автор посланника евреям, он дает на определенный ключ к пониманию текстов Ветхого Завета. То есть, если мы читаем сам Ветхий Завет, те же псалмы, того же пророка Иеремию, на которого ссылается текст, мы определенные истины увидим, мы многое поймем, но какие-то вещи, чтобы понять в Ветхом Завете, нужно разобраться в том, как послание к евреям, как послание к галатам, оно помогает нам вот это увидеть, то есть, оно предоставляет определенные, скажем так, механизмы прочтения Ветхого Завета с точки зрения христианства. Это не единственное возможное прочтение Ветхого Завета, но это богодухновенное прочтение Ветхого Завета. И, кроме того, стоит отметить, что в послании к евреям затрагиваются некоторые темы, которые являются для Библии уникальными. Мы много где в других текстах можем увидеть намеки, какие-то, ну, такие вот отсылки к некоторым истинам, но послание к евреям очень четко о них заявляет. И, в частности, это истина о Христе как первосвященнике, который совершает служение в небесном святилище. Это послание к евреям говорит очень четко, очень ясно. И можно сказать, что идея первосвященства Христа, она является пронизывающей, потому что, начиная буквально с первой главы, где Христос показан сначала как царь, затем говорится о нем как о том, что он стал первосвященником, показано, какой он первосвященник, сравнивается его первосвященство с первосвященством левитов, говорится о его жертве. И одно из центральных, ну, таких важных слов в послании к евреям – слово «лучше». То есть Христос, он показан во всех отношениях как тот, кто является лучшим. Он лучше ангелов, он лучше священников, его жертва лучше жертв козлов и тельцов, скиния, в которой он совершает служение, святилище, оно лучше скинии святилища земного и так далее. То есть Христос показан тот, кто лучший и тот, кто совершенный. И Христос, будучи совершенным первосвященником, он совершает совершенное служение в совершенной скинии, придя туда с совершенной кровью. Нигде мы в других местах Нового Завета не находим вот такой аргументации, последовательной аргументации, доказывающей и как мессианство Христа, так и его право совершать это служение как первосвященник. И более того, послание к евреям достаточно серьезно делает акцент на том, что первосвященство Христа, оно не какое-то такое, может быть, абстрактное или далекое от нас, а первосвященство Христа — это такое первосвященство, которое как раз помогает нам стать Христу ближе. То есть в четвертой главе известны достаточно стихи. Вот можно прочитать с 14 по 16 стихи в четвертой главе. Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И эти стихи показывают, что то, что Христос является первосвященником, то, что Он совершает свое служение в небесном святилище, является фундаментом для нас. Оно является основой для нашего упования и уверенности в том, что Христос действительно скоро придет. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Я думаю, что наши телезрители заинтересовались, те, кто еще ни разу не читали «Послание к евреям» или читали его не столь внимательно, они заинтересовались этой удивительной новозаветной книгой и обязательно прочитают в ближайшее время «Послание апостола Павла к евреям». Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Мы ждем с вами новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин